Привет, это все Это то, чего все мы так долго ждали Это новая часть ASMR-прохождения игры Дени Бани Сайчику И вы выбрали рассказать, а точнее промолчать, простите, простите, чуть не нажала не туда Да, по результату опроса в телеграм-канале вы выбрали промолчать И поэтому мы будем молчать Ну уж нет Хватит с меня позора Нише воды, нише травы, как зайчик Я сцепил замок пальца и прикусил язык Засвенел звонок Лилия Павловна прошагала, посмотрев в мою сторону За ней вышла Полина Ученики притекли разом, словно на пульте Убавили звук Они сидели, как я Они сидели, как я Идут по проходу Прокурорские взгляды, прицелы снайперских винтовок Я протезнулся сквозь бригады Барт Ища Полину Откнулся на своих новых товарищей Ромка и Пяша кархулили у расписания Я в тебе не ошибся, Тошик Пацан Испалил Чуть было, свинью не запели Это повезло Это повело по милицию По ложному следу, наверное А вы что-то имеете По отношению К исчезновению Семена? Мы-то нет А вот ты Помнишь, как Срулил от нас в потемках? Ага Я такое говорю Девочки, Гарик, зверь Сейчас жирного нагонит и когнитно Позаришь Однако мы тебе верим А ты нам Ромка серьезно взглянул мне в глаза И так стало неловко, что я закивал Вот и славно Ромка понесил Дону С подозрением Объяснил коридор Дети поглядывали на нас Шепотом Переговаривались Что ж Сем пропал Это правда Как и факт того, что не просто пропал А скорее всего Уже сдох Мяша нервно передернулся А ты почем знаешь? А тык Мы за это уже дерли У нас такое не впервой Думаешь Сенечка и Вова И Сема В нарнию попали Поздят в лесу с карамелькой за щекой И назад пришлепают Ясно же, что их кто-то к себе прибрал Неужели черный Маньячел Бляду Блякут у пацаны Это все местные Чикатило На Так, кто же такой Чикатило Это советский серийный убийца И людоед с целью получения удовлетворения Убил с особой жестокостью Не менее сорока трех человек Преимущественно женщины детей Был признан невменяемым И приговорен к расстрелу Вычислить бы еще, кто он такой Но если этот убийца Поборина завалил Он и по нашу душу явится Отвечаю Что же делать? Вместе держаться Вот что мы втроем Как Вальтрон Вальтрон Аниме-сериал про пятерых подростков Пилотирующих Раба-Львов Которые объединяются в одного Мегапота для защиты Вселенной От зла в России Сериал демонстрировался С 1990-х годов На телеканалу Дважды два Это в Вальтроне их пятеро было, да? Ну, считай, мы покалеченный Вальтрон Он кивнул мне совсем по-взрослому А глаза его были полны тревоги и грусти Ладно, раз все мы больше не отойда с нами Дело одно есть Ты постоишь для вида, покараулишь Тебя, кажется, уже боятся все Меня боятся И это не укладывалось в голове Меня растоприло их отношение Я тут же согласился Я шел с ромкой и бяжей По сумрачным панелям школы Дегустируя совершенно новые чувства Вседозволенности Мы шагали картинно Будьте герои какого-то Криминального фильма Словно кто-то втроем Обладали некой информацией Недопустимой всех прочим Не знаю, пошел бы я с ними Если бы мне сразу объяснили Всю цель компании Мы садились в темноте Воспорцала И ребята начали потирать Костяшки глаз Грязя на входящих Из раздевалки мальчиков Надо попить А то может Шмыхает меня что-то Я не так читаю Наконец Мя шеткнул пальцем В кого-то из толпы Вот этот лох Ромко опасно Сулыбался и гибнул И гибнул Прокуренным голосом Стоя на стриме Если бы ты с училок Объявится Дай знать Клядь и в четырекласса Я встал в лугу Переполнился Различными мыслями И чувствами Восход к я Ромко переговаривался С пятиклассником Мальчик кидывания Что-то доказывая Но Ромко гнул Свою линию Запористо Проняясь Обяженный Жестеринка Подгавкивал Подхватил Похвалил бы меня Папа за то Что я связался с ними Все Вали давай Товарищи вышли Из-за кутка Лампочка Озарила Фотоаппарат В руке Ромки О, полароид Он твой Ромко безразлично Дрюхнул Черным чудом Техники С холодной вспышкой Дерь мой Мне тут Один должничок Велик Торчал за свой Гнилый Восар Но говорит У него нет Велосипеда Вот и Расплатился Фотиком А мне он Честно говоря В хер не вбился Парню было жалко Но все плохие мысли Растворялись При взгляни На желанную камеру Я живо Представил Как понравился Боли Полароид Как я фотографировал Бо сестру Маму и отца Образы Неизбежно Поступают На тваждой карточке Будь то бы Из тумана Угловая Трудные лица И Полину Тоже щелкнул бы Тогда у меня была бы Ее фотография Хранилась бы В ящике Под замком Раз он тебе не нужен Можешь мне его отдать Ромка смирил меня взглядом И снова стал тем Ромкой С которым я столкнулся Вчера Коварным И насмешливым Вожоком Хищной стаи Ты извини Братан Но я вещами Просто так Не разбрасываюсь Могу в ломбард Загнать Ну Или Разыграть Во что-нибудь Только он Сказал об игре Как мне почему-то Вспомнилась Алиса Я посмотрел На полароид Давай я с тобой На него сыграю Только во что Пяша Прызнул в кулак Чурру Снивс даже в Антошке Последние штаны Я дичью пидер Пацанов Штаны снимать Он посмотрел На меня Сверху вниз На что Играть собрался У тебя хоть бабки Есть Во-во Свети карманы Дожек Я медленно Вывернулся Держивая Преку Слабой Надеждиной Сгрести Хотя бы Какой-то Мелочи На завтрак Посреди Карманной Пыли Разметалась Пара Медик В компании С пуговицей Наполовину Стертой резинкой Да ты ж на Мелина Прости Кент Но Такие Несметные Богатства Я меняться Не готов А на интерес С тобой Гать не будем Дай-ка В следующий раз Ромка Надел Пларовать Себе На швей А затем Подпигнул Нам Спяжей Ну Че Пацаны Пойдем Телок Снимать Семь День Виновалось Того дня Как лейтенант Навещал Класс На первый взгляд Все осталось Так же Лес По-прежнему Прокладывал А в поселку Свои ключковатые Лапы А ветер Ночами Звывал Белые флаги Порошие Родители Приклушенно Спорили в спальне Я включил Мультики Погромче И подоживался Горе Фотографии Вуф и Семена Черняли На доске Да и круглые Лица Сенечка Не вернулась домой Но что-то Все же поменялось На лицах Одноклассников Читались перемены Перемен Требуют Наше сердце Перемен Требуют Наши Глазы В нашем Смеке И в наших Сердцах И в пульсации Верю Перемен Мы ждем Перемен Тут уже была отсылка К этой песне Поэтому надо было сделать вторую Простите Так Они оттягивали карман Подаренный Яблок Испарилась В рождепности Школа была Больше не пугала Меня А главное Чья-то Тень Проскользнула Постало Ставь Таинственную Записку Я бросила взгляд В проем Между бардами Но посыльного И след Простыл Это от кого Записка Что мог Сгрывать В себе Этот аккуратно Ворванный Сложный Листок Очередные Угрозы Унижения Или все Такие Я взял Листочка Осторожно Вдохнул Льющийся Аромат Ежелика Внутри Красивым Почерком Было выведено Что тебя В тупике У раздевалки Приходи один Объединенный Призывом Я тут же Сорвался С места То я делаю Оглядываю Если не увязался Или кто со мной Задумавшись Я не заметил Что же Почти бегу И заскакиваю За поворот Я тут же Усенок В темном закутке Ой Как диковинная птица Полетела По им ногам Зеленая тетрадка Полина Преувеличенно Возмутилась Петровна Ты совсем Зрение потерял Я поправил очки Собственная Близорога Словно перестала Смущать Наклонился И подобрал Тетрадку Прости Я так торопился Ты меня ждала Что случилось Полина Внимательно На меня Я посмотрела И пощелкала Языком А знаешь На что ты похожа Тоже На блюзовую Импровизацию Я заморгала Задачно Это как Для меня Все люди С чем-то ассоциируются И для меня Ну не с музыкой же Вот как раз С музыкой Люди бывают Гитарные соло Или парабальный бой Или военный марш Как наша Лилия Павловна Ты такой Задумчивый И таинственный И иногда Немного печальный Точно Блюз А почему Импровизация Это когда Слушатель не догадывается Куда свернет мелодии И какой темп возьмет Конечно Не все сказанное Полиной Дошло до меня Да и не мог Оторваться от ее улыбки Легкое как тоновение Майского ветерка И от глаз Голубых Глубоких Чтобы распознать В тебе музыку Нужно быть Вкус Это не какая-то там Эстрада Я наверное Вообще не знаю Что это такое Этот плюс Полина Охнула Нахмурилась И отчего Стала еще красивее Не произноси При мне такие слова Я тебе обязательно Дам кассету Раньше мне дедушка Из города Столько музыки Привозил И джаз И свинка Классику Это он Подметил Что у меня Склад ума Как раз Как у музыканта А еще Я совсем маленькая Пыталась На бумаге Себе Звуки природы Пения Дождя И леса Мне бы твои уши А мне бы твои глаза Я напрягся Тревожить Что она Подтронивает Но Полина Качнула головой Да-да Я серьезно У тебя глаза Художника Смотришь на вещи И фиксируешь их Я так не умею Так подождите Я еще водички попью Мимо прошагала Катя Со своим фирменным Морозным взглядом Мы нырнули в день Стараясь его избежать Теперь понимаешь Почему мы тут Крячемся Вот из таких Как она А Кать Какая мелодия Полина хитро Лопнулась Скрип Несмазанных Дверных петель Знаешь Такой мерзкий Дискант Я захихикал Прикрыв рот Катя конечно Не слышала Нашего перешептывания А вдруг Неодопредельно Показилась Через плечо А потом Лишь упыкнула И ушла Возвоясь Я же вспомнил Я же вспомнил Развлечения Развлечения Девчачьи Просто список Стандартных вопросов Про любимых актеров Любимые цвета Но доверьте Кому-то Такую тетрадку Читалась Показателем дружбы Иногда Чего-то большего О чем я раньше Милоскутное представление Хочешь Заполни мою Сердце Участило Свой бег Хочу Спасибо Полина хитро Хихикнула А хотя Там же столько Секретов Наверное Лучше тебе не знать О чем мы девочки Думаем О чем вы там Можете думать Если серьезно Я сама Как девочка Говорю Вот все мои Одноклассницы И ровесницы Уже там что-то Какие-то Вот эти вот Парятся О помадах О крашах О всем Тем временем Я Горчицы Или майонез Горчицы Или майонез Горчицы Или майонез Путик с горчицей Или с майонезом Путик с горчицей Или с майонезом Путик с горчицей Или с майонезом Съесть Путик с горчицей Или с майонезом Сожрать Я больше горчицы Люблю А вот вы Какой больше соус Любите Бутербродом А вдруг Сейчас выяснится Что-то есть Бутерброды С маслом Или вообще Без соуса Она потянулась К тетрадке Играя со мной Я перебросил находку в другую руку Полина попыталась пересечь мой маневр Ее волосы навек коснулись моего лица Щелковистая прядь защекотала нож Нос? Какой нож? Я ощутил запах, и весь мир стал этим ароматом Тушистым, манящим и живым Запомнить бы его, украсть Голова пошла кругом Но я собрался и сказал Что подражаете национальному лейтенанту Тихонова? Ваша ангета является важнейшей уликой И я вынужден временно изъять ее для изучения Полина прикрыла округлывшийся в придворном муже сирот Жду мне грустить за закрытие улик Следствие покажет Сдаюсь, товарищ музеционер Только обещайте ничего не читать Здесь задержатся секретные сведения Боюсь, что мне все-таки придется выяснить Ли влюблен ли кто в гражданина Петрова Полина засмеялась и неожиданно прикоснулась к моей груди Вношу обдав ароматом волос и кожи Такой стивочный, почти просрачный С тоненькими нотками вен по ней Ее шепот был горячим, как расплавленное на сковородке масло Тогда поглянитесь, что не станете разглашать информацию Честное и милицейское А теперь Антоша самое время поторопиться На уроке я достал тетради С величайшей осторожностью, будь то она была хрупким сокровищем Я пролистал, вчитываясь чужие предпочтения Изрядно удивился, обнаружен кривой бутчерк Ромки Буквы вылезали с рамки клеточек, словно стесняясь своей безформенности Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой Так что здесь написано Рома Петиван, 6 В Шафутинский, 23 февраля Гулять, купить бумер Шварцнеппер Не верь, не бойся, не проси 3, 15, 87 Утильные истории, Бяша Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромы Даже не черный плащ, а утиные истории Где-то далеко учитель декламировал отрывки Из рассказа Андреева Кусака Мне было не до него На страницу с ответами Полины Украшали цветные выроски из журнала Call Your Row Любимая музыка Шуберта Лучший друг, дедушка Хобби, не скрипка Как я предполагала, куда более загадочное Слушать Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрела через голову одноклассников на Полину Она сосредоточилась, описывалась учителя Я пролистала в тетради до чистой страницы И вооружился ручкой Вопросы Как тебя зовут? В каком классе ты учишься? Любимая музыка? Любимый праздник? Твоё хобби? Какая у тебя мечта? Твой герой? Чего ты боишься больше всего? Твой номер телефона? Твой любимый мультфильм? И твой лучший друг? Петров Антон Шестойвая Я долго вспоминала любимого музыканта Пока она у меня пришла Группа Кармен С крутыми танцорами в клипах Любимый праздник? Это просто Новый год, естественно Хобби рисования Мечта Пускай будет полететь в Тинейлэнд Мой герой Я, не раздумывая, начал по... Остановился на первом слоге из двух Вдруг тем, кто будет читать анкеты Мой выбор покажется смешным и глупым Обмазковав, я решила, что далеко не всё стоит доверять бумаге Паук Закончил я, а сверху призобачил человека Человек-паук, почему бы и нет? Чего ты боишься больше всего? Я написала несмедлительно Потерять дорогого мне человека Твой номер телефона? Никакого секрета? 303-95 Любимый мультфильм? Трансформеры Лучший друг Я замешкался, пригусив колпачок к ручке Вспомнил Алису, скользящуюся с полами деревья Сатурно сбивающуюся в темноте Детелью я её не видел И даже начал волноваться В конце концов, именно она дала мне разъяснение этому Именно она не дала меня на разъяснение этому Из... А... Изполен... Изполенскому мосту Изполенск... Изполенскому монстру, что бросит по лесу вночи Кто-то упомянул при Ромке и Пяше девочку в маске Но они лишь странно на меня посмотрели Интересно, чем она сейчас занимается? Лучший друг Перечитал я анкетный вопрос Такой легкий и такой важный Ответом были твои буквы Я оперативно написала им клеточке Ты Я думала, что он сейчас напишет три буквы Оля Я сейчас за водой схожу Так, посмотрите, записывается ли Так, всё записывается Ура, так, надо аккуратненько свернуть За водичкой я, кстати, уже сходила Ты повторил, я выныривая из школы Морозный, бодрящий воздух Обдал мои щуки румянцев Солнце, поуважая на целый яичный желток Ярко светил дорогу Словно отлились серебром И снега скрылся Переломляя солнечные лучи Я сожмурился, улыбаясь Остепительной белизне И от чего-то вдруг От волшебного сова в груди Потому что в дружбе может дается нечто большее Тоже, ты чего улыбишься Я сживал, какой покраснел, как рак А так анекдот вспомнил Бяж, топтался в центре двора Ботинки несербеливые Лазили по льду Ну, делись тогда, да Я прошердил память И выдал первого в росте Анекдот, услышанный утром в столовой Кощей вышел на крыльцо Почесать себе сундук Саяц, утку и яйцо Ясно, Петросян Петросян, советский российский стендап-комик Именуемый в народе Королевью мастических ремейков И бародатых анекдотов Но и темно, и не дождавшись Он последовал куклу школы Я не уверена, тянулся за ним А куда? И темно, мы теперь в одной связке И действуем заодно Помощь твоя нужна в кое-каком дельце Я почувствовал холодок за посогой Больно не понравилось мне слово дельце За этим словом, произнесенным вот так вот через плевог Обычно скрываются разные темные штуки Так говоря, незнакомствование нам в старую квартиру по телефону Бладю позови, дельце есть Пеша обернулся В облегающем капюшоне Он был похож на космонавта Никого, кроме мрачного Ромки Он стоял, широко раздевнув ноги Правая рука была спрятана со спину Наверняка там нож Стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца Ромка плотно сжал сухие губы Стреляя взглядом то в меня, то по сторонам Что происходит? Ромка будто прочел Оскучил мои мысли Что происходит? Ничего, проветриваемся, на Голос Беша был противным и насмешливым Попроветривайся в другом месте А мне и здесь нормально Да, куколка? Куколка? Это он? Не От усумления я не мог выдавить себя ни звука Только норащился на весь этот цирк Разыгрываемый моими и неоднозначными товарищами Видишь, ты ее напугал? А тебе какая забота, говнюк? Вали по концу, да Я переваривал услышанное Пяша назвал Рому ковнюком Он свихнулся Пацаны, не обращая внимания на мой ромкий протест Пяша шагнул громко и смахнулся Как-то чудно и комично Не вынимая правой руки Рома свободной кистью заблокировал удар Актеры индийских фильмов, которые любят мама И тот рлись убедительнее Пяша заскурил, хоть я не видел, чтобы Ромка стукнула у него Ай-ай-эй-эй-эй-эй-эй Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай Больно комментарий Вне сотрясения мозга Рома внул куда-то в коленку И Пяша припал на четвериках Блин, почему я вспомнила Этот долбовый хайпер-поп Я отправил ее спать Бэйби, бай, бай Сделал, словно больно ей Ай, господи, какой кринч Почему я это вспомнил? Зачем? А я смотрел, не моргая, как приближается Ромка Ногти его подергиваются Рука оболзала из-за спины А я врос в асфальт Сейчас запрестит лесбий И вот сейчас Ромка резко выкинул руку И я шлеп с зубами от испуга Макет подснежников не поймет Куда взявшийся в такой мороз Качнулся у моего лица Что это? Цветы? Позволь проводить тебя А то сама, знаешь, шастают тут всякие маньяки Ну а чего нам? Бедным маньякам уже и пошастать нельзя Эх, хреновый из тебя маньяк, Беша Ты аж духа не появился А она нас в два счета раскусит Наконец ко мне вернулся до вашей речи Она? Кто? Она? Что тут творится? Рома хмыкнул стул Хмыкнул стул, стулая цветов снежинки Там маленькая репетиция Братан, хотели на твою реакцию посмотреть Беша встал, отряхиваясь Да, Ромыч в тел котну втюрился Вон, куда-то цветы нарыл На пасть от к ней Я так планирую подкатить слегка Расыграю представление А то она неприступная, мать ее санку Типа гуляет девочка себе К ней докапывается вот такое вот говно Беша обиженно софорчал Сам ты говно? Ну а я такой раз ее и спасаю Ну че, Беша совсем бездарный актер Давай-ка ты маньяком будешь Я? Ну а че? Как по телеку показывали Маньяки вообще всегда тихие, скромные люди Вот прям как ты Благодаря Катькиным сплетням Вся школа думаешь, что именно ты побудено когнул Давай, соглашайся, дух От сердца отлегло никакого криминала Обычный идеатор, еще и ради девочки А что делать-то надо? Ты же видел бешное кривляние Типа идешь ко мне в борзии Ты такой можешь даже разок в печень заехать А я тебе типа херрак и в сугроб Ну вот давай попробуем Рома оживился Отлично, Беша, меняешь пол Ты теперь, телочка, гуляй Беша зашаркал по полу К какому по полу? Никакого там пола нет По-моему, ну-ка Я сейчас это посмотрю, че там было Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ладно, пофиг Короче, Беша зашаркал по снегу Я телочка, красивая телочка Я гуляю Ла-ла-ла Духа, действуй Я, паря с улыбкой, направился к Ромке А он опять спрятал Ромку И смотрел сурово Актерствовал на пять баллов Она моя Рискни Ай Я рискнул и махнул в другую сторону друга Костяшки кулака лишь скользнули по кожной кушке Крова внезапно упал Нет, что делал уточка, конечно А поскользнувшись на льду Хлопнулся всем весом Так и не убрав руку из-под тела Лепестки примятых бутонов остались на снегу Я кинулся на помощь Ой, бля Да погоди, да не дергай Не сломал Рома осторожно разминал запястье Да не, ушиб вроде Лед приложить нужно, на Тебе, мудака, приложить нужно А стенку башкой Ромка встал, уже позмеиваясь, собрал цветы Да, если так при подруге навернусь Можно будет про нее забыть Давай еще раз репетируем Рома мотнул головой Вечером, как рука пройдет Я не хочу обозориться перед первой скрипкой школы Такова Я осекся на полусловие В голове щелкнул рубильник И все стало на свои места Я вспомнил пеклые взоры, которые Рома посылал Полине Вспомнил его каракули в анкете И почему я не удосушился, как следует осучить их Меня, будто молотком огрели Вкололи в землю Полина Вот главный герой спектакля Срежиссированного Ромкой А мне в нем досталось Улья третьего лишнего Я рассеянно прагнул Договорились Вот это я понимаю Команда Вольтрона Один за всех И все за одного Сохломни Если вдруг тебе понадобится помощь Антоха, можешь рассчитывать на меня А теперь бывай Вечером мы к тебе заглянем Во рту стоял привкус гадкой водой, которой забивал лекарства Все мысли занимала только Полина И тот спектакль, где Ромка уготовил мне роль злодея Я бродил по дому, будь ты пьяный Поотдакивал сестре Долгом не разбирая, о чем она говорит Тоже, короче, это прикинь Ты просто какой-то кошмар Я такой себе Тоже, короче, родили Без прибыла Без прибыла То и дело Вскитывая руки Измияясь, как вдруг Дескосомолкну И вставилась на меня До более знакомого Колючим мамин взглядом Меня буквально Подернуло И степится разум А где Колокочущие мысли Подобно Карпия Обрушились На мой искусственный Мужк Не давая вернуться в реальности Я уставился на сестру Сейчас она была Миниатюрной копией мамы Точнее Тем В кого она превратилась В момент переезда С ее грозной Позой в виде Соглавной буквы Ф И стернутыми Подолку бровями Ты меня не слушал Так Она впрыснула Ядом в мою сторону Копируя мимику Интонацию Чуть и не единственного человека С кем проводила Все свое свободное время На мгновение Мне показалось Что цвет излучаемой Оли Все эти годы Стал слабее И опасно Сотребухался бы На ветру перемен Перемен Требуют наши сердца Перемен Требуют наши глаза В нашем смехе И в наших сердцах И в пульсации Перемен Мы ждем Перемен 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 Еще немного И моя прекрасная Принцесса станет драконом Который стражил ее В своей башне А это пугало Сильнее подгравшегося Ко мне Ужасов из будущего Оля Прости Ты же не сердишься Правда Я просто задумался Взгляд Взгляд Минался По комнате Как загнанный В ловушку Звери Пересек Кагиваясь Одного Приметая На другую Сильц Хоть что-нибудь Что могло Отвречь Оля А давай В приставку Поиграем Оля Находилась Однако Искорка Интереса Выспынула Из-под ее Из-за Бронокласс И ледяной Осколок Занесенный Снежной Королевой Начал Потихоньку Оттаивать А как же Второй Чостик Не работает А папе Починить Некогда Можешь Пистолетом Пострелять В ковбоеву Или куда хочешь Ты лучше Меня Играешь Да ладно Тебе Путица Тренировалась Пока Меня Не было Оля Брызнула Со смеха Ледяное сердце Окончательно Растаяло А как Ты догадался Я сейчас Знаешь Какая метка Считаю Уже Проиграла Не до того Напала Включай Скорее Малюнка Подскочила К телевизору Щелкнул питанием Начала В степу Шарить На задней стенке Фотона Явно пытаясь Воткнуть кабель От приставки Внесту Антенны Отрывки Изделий Передач Маячили На ламповом экране Пока Оля Листала Так Аналог Дела Филосоветная Дэнди Дэнди Игровая приставка Распространенная В республиках Бывшего СССР Неофициальный Аппарат Клоун Консоль Третьего Поколения Фомикон Или Нес Японской Компании Нэдди Нэда Фомикон Или Нес Иногда Никогда Официально Не придавали В России Девяностых Поэтому Китайская Подделка Антенцы Которая Была широко Распространена На подступной цене Нискала Большую популярность Что-то ума Интересного Происходило Вброс был обоятельским Я даже не Судомывался Над его значением Однако Оля Внезапно Изменилась В лице Растеряла Обретенную Дорогой Ценой Детскую Невозмутимость Оль Что-то Случилось Сестренка Ставила Капель На место Вытащив Спачканную Ручонку Стало Неуглюже Отряхивать Капель Она явно Искала В себе силы Чтобы начать Разговор Мама Она замолчала И на секунду Показала Что в ее глазах Выступили слезы У нее опять Был этот страшный Так Светочувствительным Людям Людям Страдающим Эпилепсией Людям Которым Свойственно Ловить Панические Атаки Пожалуйста Отойдите От экранов Я вас По-человечески Прошу Отойдите Пожалуйста Спасибо У меня все Продолжаем Все надеюсь Кому нельзя было Ушли Или просто промотали Но Пожалуйста Уйдите Я сейчас серьезно Мне не жалко Но ведь вам же плохо Сейчас будет Все Уйдите Люди Страдающие Эпилепсией Там вспышки Сейчас будут Спасибо И еще люди Страдающие Панические Атаки Еще расскажу Вот часто Ипанические Атаки У кого бывают Пожалуйста Бегите У нее опять Был этот страшный Она взглянула на меня Мокрыми глазенками Блюдцами Приступ Такое случалось Раньше Но довольно редко Когда мы Перебрались В этот богом Забытый край Мамины приступ Пока еще участились Мама принес Большую рыбу Она в кассету Была завернута И пахло так Мля Мама 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 Использовалась За паской Вскрынув В окно Они начали Громко Ругаться И я Замер Представляя Как сестренка Такая маленькая Незаметная Стояла Посреди Кухонного Проема Она даже Не пыталась Спрятаться Родители Попросту Ее не замечали И потом Мама Ударила Вот так Оле едва Зернула Гулочком Сверху Вниз Имитируя удар А мама? Мне было легко представить, что было дальше Извивающаяся рыба с воткнутым жаброй Клинком преснула славу Неселись ее на маме на лицо Если смерть приближалась Так близко к маме, как в тот день Когда при нас человек разбила автобусом И кровь размазывалась по полному стеклу Или когда бабушка отрубила голову цыпленку Мама всегда впадала в странный, бывающий до троши Приступ Ее глаза закатывались, она падала навсничь И спили, как спильное дерево Извивалась, когда самая рыба Бившаяся в акуни, переворачивая стулья И выплевывая обрывки пугающих фраз А папа, он ей помог Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания Ранили ее Да, но вначале он засмеялся тоже Так страшно, когда увидел, что маме плохо А потом вдруг заплакал От услышанного у меня дернулась бровь Безумие, источаемое лесом Окончательно завладела мама и перебралась На нашего сильного и храброго отца Я быстро шагнула навстречу Оле Заключив ее в крепкие объятья А это мне на превьюшку Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка Это мне на превьюшку Это мне на превьюшку Давайте я хочу, чтобы попытаться, чтобы Типа не делать Короче, потому что я ленивая шуба И не хочу делать превьюшку То есть вдруг Все-таки надо будет ее сделать Я ее сделала Просто ее с компа намного сложнее делать Чем с телефона Хотя, наверное, я могу скорее перекинуть на телефон Но это будет сложно Короче, я надеюсь, что он посчитает это Как за середину виноса Поэтому давайте пока что я вам что-нибудь расскажу А вы знаете, пока я вам что-нибудь рассказываю На фоне этой превьюшки У меня для вас есть секретик Короче, я слышала Вот так вот, что та штука Прократилась Ой, Junior Я еще не глянусь, я могу покрутить А так, длина, давай, давай Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай, давай Вот как-то так, представляете себе Вот такое бывает на свете Я просто иногда бываю в шоке с людей Уткнулась мордаркой мне в грудь Я почувствовала, как рубашка сделалась мокрой Зачем они так издеваются друг над другом Тоже, они сумасшедшие Не находя как оправдать родительское поведение Я запнулся Слова иссякли все, что я мог Я так отобавал речи обнять Олю В ужасе вскрикнула и спряталась за меня Переключи, переключи скорее Сколько бы раз она не видела эту составку Она все время реагировала одинаково Как и при виде совы У меня у самого выступали мурашки При появлении этого призрачного лица Поэтому я моментально исполнил пожелания сестры Вид Логотип телекомпании Представляющий керамическую голову Так Древнегреческого философа Косяна С трех баллой шабой на голове Символ ужаса И здесь России 90-х Это типа такой телек Заставку выдержишь Значит достоин передачу посмотреть или чё Наконец на экране появлялся список Многоигровки идущих в комплекте вместе с приставкой Досадно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры Я Подобрал Серый прямоугольник джойстик И стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утийную охоту Фоновая музыка подействовала на волю умиротворяющей И она спокойно поинтересовалась А как твои дела в школе? Да вот Пару друзей завел наверное Ох Целых двух Видела А ты говоришь лисичку видела? Ага Её зовут Алиса И рассказала о ней по себе при упоминании новой знакомой Откуда ты знаешь? Она так сказала Да Как раз мамой мусор хотели выбрасывать А ещё говорила, что спасла тебя Спасла Тут же вспомнилась перепалка с хуликанами в лесу А затем таинственные шепоты чаще Как улепятывающий побитый стенон И как склонился надо мной со слоняя Рогата и великана Всё это время я будто бы ощущал Незримое присутствие Алисы Словно она следила за мной Из-за кривых стволов тюрьев Из остывшей улыбки на рыжей маске Я взрослого прогоняю на вождение Она ещё что-нибудь говорила Неа Мама так быстро вернулась Я её хотела с тысячкой познакомить И та уже убежала Ты её не боишься А почему я должна её бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая Не то что сова Я вставила световой пистолет Пунисту от второго джойстика Под смешок сестры Чур я первая Пиу 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 Так Как-то, собственно говоря Тут целится Я не Бон Я всё Я, короче, не Бон А Бон Кью Пиу 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 Ну-ка Адвин Пяна А Оля то реально снайперски играет Пиу 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 Пиух Пиу 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 Пью 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 Давайте я начинаю люто продувать Пью Пью Кошмар какой-то Кто на кого напал Пью Пью А можно как-то закончить этот полный кошмар Типа я заколебалась позориться, когда мы уже доиграем Пью 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 Пиф-паф Ой-ой-ой Умирает зайчик мой Ты проиграл, Тоша Мама докричалась на меня только с третьего раза Антон, тебе к телефону девочка какая-то Моментально протразив я метнулся в коридор Не споткнись и смотри Я схватил трубку, прижал к груди Многозначительно глядя на маму Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату На ходу собирая разбросанные Оле игрушки Алло У твоей мамы такой умилый голос А, ну да Она сама молодая А, у твоей мамы такой молодой голос А, ну да, она сама молодая Не мешаю Нет, ты что? Если бы она знала, как дорого мне может быть этот разговор И чем я рискую, просто отвечая на звонок На тумбочке лежали карандаши и потрепанный блокнот Я взял их и принялся водить крифелем бумаги Рисую хаотичные цветки, так и норовяще соединиться в дурацкие сердечки Я прочла твои ответы А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, больше русский рок нравится Это уже стало нашим небом, я обязана так сделать Перемен требуют наши сердца Перемен требуют наши глаза В нашем смехе и в наших сердцах и в пульсации вен Перемен Мы ждем перемен Но я почему-то постеснялся это написать А хочешь, Антоша, я честно и буду Конечно Карандаш вывел женский профиль глаз и длинные ресницы Полина сказала полушепотом Наверное, чтобы дедушка не услышал Мне здесь ужасно тоскливо Дома в поселке Здесь никогда ничего не происходит А если происходит, то всякая гадость И дело даже не в пропавших детях Здесь музыки мало Но у тебя же кассеты есть Я не про записи Я про, ну, голос этого места Он не мелодичный, все шуршит Как петифанская игла А как петифанская игла скрипит Воет изредка Тут неуютно Ясно очень Так, я опять пить хочу Капец какой-то Не знаю, как объяснить тебе Крефель набросал дом, окруженный высокими деревьями Кажется, я тебя понимаю Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу Вот, и я очень люблю дедушка и боюсь его обидеть А порой так хочется убежать далеко-далеко В лес, подумал я отчужденно Болюя хвойные лапы Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть А ветви закрывали глаза от посторонних глаз И когда рисую, я будто путешествую У меня так же со скрипкой Убегаю по смычку в небо Я осознал, что рисую нашу папочку И зачеркнул, вспоминая о Ромке Используя сильное настроение Сказать ей Предупредить, что он замыслил Зарвать его планы И охмурить Полину А как же команда Вольтрона Все-таки они были Какими и какими Но моими приятелями С кем бы я стал, предав их Ромка или Полина Полиныра Или Ромка Ежевика Или Вольтрон Решать исключительно вам, мои любимые А на этом наш с вами выпуск Заканчивается Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин